Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Это вторая часть нашего видео, в котором мы с вами вместе делаем макияж средствами из моего проекта Косметичка месяца февраль. В этом видео мы обсудим отношения с родственниками, а также детскую дружбу. Да, ну ничего, мне казалось, что они гораздо ярче почему-то, ну темнее просто. Ну нет, вроде бы нормально, да. Сейчас, вы знаете, наверное, чуть-чуть складочку подправлю. Хочу туда немножко такого света внести. И тени от релуи нанесу в складку и под бровь, чтобы потом нанести еще другого оттенка тени. Они сухие, поэтому буду прилипать на колор-тату, слишком ярко будет, нам это не надо. Ну и еще был вопрос по поводу особенно родственниц женского пола, тех, с кем многие думают, что они обязаны общаться. Мы не говорим про маму. Мама, если это, конечно, не криминальный элемент, что, я надеюсь, нет в вашей жизни, мама не сидит в тюрьме, не опасный преступник. То есть общаться тогда с мамой обязательно, стараться найти общий язык, это понятно. Но если мы говорим о каких-то сестрах, то есть вот те женщины, которые относятся к вам среди родственниц не очень хорошо, точнее потребительские, то есть вы ощущаете, что вы все время как будто что-то должны. Вы постоянно приходите к ним домой, приносите продукты, скажем, не просто приходить в гости. Вас постоянно просят сделать тоже какую-нибудь уборку или посидеть с детьми, когда вам это совсем неудобно, мотивируя тем, ну что ты же ведь моя сестра, ты же должна. В своем видео «Депрессия и тираны» по поводу вот таких людей я уже частично высказывала свое мнение, что тут, конечно, стоит посчитать необходимость, плюсы и минусы общения, и стоит ли продолжать вот такое активное общение с таким человеком. Может быть, стоит научиться говорить все-таки нет. На мой взгляд, конечно, стоит понимать, что вы никому ничего не обязаны, и что даже если это ваша сестра, и ей не хочется сидеть с собственным ребенком, то вы не обязаны сидеть ее, к примеру, ребенком. Абсолютно абстрактные примеры, да, я думаю, вы понимаете. Или если она не хочет, к примеру, писать диплом, что вы должны писать за нее диплом, потому что это ваша сестра. Нет. Ну, во-первых, человек так никогда не социализируется. Во-первых, он не научится быть хорошей мамой, если он сам не умеет сидеть со своими детьми, не умеет укладывать их спать, все время просит вас, к примеру, прийти это сделать, да? И потом жить с этими детьми. И этим детям потом каким-то образом адаптироваться к этой маме. Придется, придется вам научить ее, но не делать это за нее. У меня есть такие родственницы, с которыми я, ну, не то что прекратила общение, я общаюсь только по необходимости, когда я им нужна. То есть буквально, когда им нужна какая-то помощь в Москве, они приезжают, я оказываю эту помощь, и на этом все. Потому что я понимаю, что, приехав к ним, они живут в Подмосковье, я не получу ни поддержки, никаких добрых слов, ничего, только критику в ответ. А мне совершенно не нужно это, я и так знаю про себя все. Мне хватает самокритики, и я и так довольно сильно подвержена рефлексии по следующим размышлениям по поводу, что я сказала, как я кому ответила, что сказала, что не сказала. Мне достаточно самой себя, мне не нужно постоянно, чтобы мне критиковали, что-то говорили. А, к сожалению, ни разу вот за все, все годы общения я хорошего, ну, может быть, только в детстве не слышала. Ну, такого вот положительного, чтобы у меня поднялось настроение. В основном проблемы какие-то, проблемы, проблемы. И поэтому я сделала вывод, что да, я помогать помогаю, если это требуется. К сожалению, у них как-то так часто что-то происходит, и нужна помощь. Но когда не требуется, я не звоню, и, в общем-то, опять же, чувствую, что, в принципе, во мне нет никакой нужды такой, чтобы прям каждый день общаться. Румяна, вот такой вот цвет, видите, он чуть-чуть темнее, чем цвет кожи. Он очень, кстати, красиво смотрится, как переходный такой цвет в складочке века. Я буду наносить такой вот пушистой кисточкой, лишнее сдувать, потому что продукт этот, это от Белли Румяна, очень сильно сыпучий, но цвет очень красивый, потому что просто темные тени на все века. Это не мой вариант, мне нужно что-то такое, хотя бы чуть-чуть какой-то персиковый оттенок, чтобы было. И буду растушевывать их с помощью светлого того же оттенка от Рилуи. Я понимаю, что многие более свято, скажем так, относятся к отношениям родственным, возможно, более тонко, чем я, более ответственно к этому подходят. Но, на мой взгляд, кто бы он ни был, я уже высказывала вам свое мнение по этому поводу. Если человек не ценит то, что вы для него делаете, если он причиняет вам только какие-то неприятности в ответ, может, подсознательно, может, специально, может, характер дурный, может, не научили его в детстве быть благодарным и поднимать настроение людям, а не мучить их своим нытьем постоянным, то тогда, я считаю, нет смысла заставлять себя общаться с этим человеком, только потому что он числится вашим родственником. Вы родственников не выбирали. Вот они так сами образуются постепенно. Вы можете придерживаться абсолютно другого мнения. Это только мое. Если есть мазохисты, которые страдают, но все равно насильно, заставляют себя общаться с теми или иными родственниками, которые не ставят их ни в гроши, постоянно портят им настроение, сварливыми, тяжелым характером, вот они заставляют себя и ходят туда, к ней и ходят упорно. На мой взгляд, так, помогли, что-то сделали, убегайте. И на этом все. Переводите тему. Делайте максимум того, что хотите вы, а не того, что хочет человек, который вам абсолютно неблагодарен, который не оценит то, что вы делаете, да еще и портит вам настроение. Это мое мнение. Вот видите, немножко мы разбавили таким персиковым оттенком, добавили чуть-чуть, вот я к вам поближе, и уже как-то повеселее. Все-таки глаза не такие темные. И светлый такой вот хайлайтерный оттенок, блестящий, я буду наносить в уголочек глаза, чтобы чуть-чуть освежить просто взгляд. Знаете, кто подвержен мазохизму? Подростки. Не все подростки эгоистичны. Да, не удивляйтесь. То есть многие, просто потому что они хотят с кем-то дружить, могут быть настолько терпеливыми, даже если им друг подруга хамит, они будут терпеть. Я много таких вариантов видела и говорила девочкам и мальчикам, что ты не обязана это терпеть. Если твой друг как-то невнимательно, непочтительно к тебе относится, высмеивает тебя перед другими, но дети этого не понимают, они же еще не чувствуют вот этого. В глазах других людей они пытаются возвыситься за счет ваших детей, да, или за счет вас самих. И очень многие как-то так прилюдно критикуют, смеются. И ребята для того, чтобы продолжать дружить с этим популярным, скажем так, человеком, многое терпят. Так вот я скажу вам, это все закладывается в детстве. Если вы не скажете своему ребенку, что на самом деле ты не обязана это терпеть, и ты можешь быть уверен, что ты достоин лучшего, и ты найдешь лучшего друга, который будет тебя ценить, тебя беречь, то, как ты себя чувствуешь, волноваться за тебя, а не только ты за него, не только ты будешь бегать для него в аптеку, когда он болен, но когда тебе нужна будет помощь, он тоже будет в состоянии тебе помочь. А не так, как у меня очень часто получалось, что я бегу, как сумасшедшая, лечу, а в итоге оказывается, что когда тебе человек нужен, нужна какая-то помощь, человека никогда нет, либо он в другой стране, либо он просто ему некогда, либо ему настолько много у него работы, что он вообще никак, прям, ну никак не в состоянии никогда тебе помочь. Ну, как так получается? Непонятно. И вы знаете, я пришла к выводу, то, что сколько бы ни было лет дружбе, терпеть вот такое вот отношение потребительское нельзя. И больше я этим не страдаю. Мокка лата палетка у меня от Avon, такая, видите, уже сильно использованная. Тут, кстати говоря, тоже хорошее зеркало, но вот оно у меня в проекте использует по максимуму, и я стараюсь, конечно, ее допить до конца. Буду нижней вот так вот века, прям прикладывающими, такими вот впечатывающими движениями, чуть-чуть нейтральным оценком подводить. Так макияж будет выглядеть более завершенным, просто когда совсем нижняя века ничем не заполнена, ну, то есть вообще макияж выглядит таким, как будто вы на середине его закончили, вас кто-то отвлек. И вот сюда. С дочерью я тоже говорила об этом, что очень важно, чтобы тот друг, с которым ты каждый день общаешься, не воспринимал себя как, например, способ купить что-то себе, да, если у тебя, допустим, все время есть деньги наличные, ты экономишь и не покупаешь себе сигареты, потому что не куришь алкоголь, потому что не пьешь. И более темным оттенком буду делать маленькую такую стрелочку наверху, чтобы просто подчеркнуть корни ресниц. Сейчас придут люди, яркий очень макияж будет неуместен, поэтому, ну, вот такой мы с вами поэкспериментируем, я все равно пытаюсь найти какой-то подход, да, к этим теням, как их можно использовать. Вот такой макияж будет вполне нормально, уместно смотреться дома. Я поняла, что обязательно нужно говорить свое мнение таким людям, которые упорно, упорно заставляют вас делать что-то, чего вы не хотите, общаться с собой заставляют, тянут в гости какие-то, которые вам совершенно не нужно, или просят вас прийти в гости, их как-то развлечь. И мне кажется, в дружбе, в общении с человеком не стоит себя никогда заставлять. Если вы находитесь рядом с таким человеком, которому боитесь сказать правду, что, скажем, вы не хотите идти на тот или иной фильм, тот или иной спектакль, или пить с ним в праздник, если вы не хотите этого делать, да, или если вам нельзя, или встречаться с ним на какое-то эти свидание, которое вам совершенно не нужно за компанию. Если такой человек не принимает ваши доводы и не уважает ваше мнение, то это просто не друг, это не тот человек, который вам нужен. Но это лично мое мнение. Это лично мое мнение. Чуть-чуть еще приоткрыть глаз, тоненькую полосочку. Вот здесь светлыми тенями сделаю, вот этими перламутровыми, тоненькую-тоненькую, прям вот так над стрелочкой, буквально несколько миллиметров. Вот такой вот кисточкой я, видите, почти художественная, да? Но такие кисточки продаются тоже и в художественных отделах. Я вам рассказывала, что покупала много раз. Посмотрите мои бьюти-перерывы. Вот так, чуть-чуть, буквально, видите? Видите, глаз как бы чуть больше приоткрывается. Ну что, вот такой у нас с вами получился вариант. Сейчас без ресничек. Пока мне нравится. Чтобы немножко разнообразить свой макияж, буду нижние реснички делать зеленым цветом. Но он прям такой темный-темный, его не сильно видно. А верхние черные. Знаете, сейчас я вот думаю, представляю, да, себе иногда, что было бы, если бы у меня все-таки осталась вот такая вот подруга, которая хочет внимания каждый день и по нескольку часов хочет висеть на телефоне. Ну вот я бы уже не выдержала, конечно. Я бы, наверное, сказала, извини, пожалуйста, но я занята другими делами, и я как бы все выслушала, но в подробностях там про каждое свидание или про то, как что муж сказал, что он ответил, какие у них отношения в постели, мне вообще неинтересно. Вообще. Про чужую личную жизнь мне настолько неинтересно, ребята. Но только если это касается какого-то момента, я прошу что-то рассказать, когда меня просят дать совет. Вот тогда я прошу честно что-то рассказать и говорю свое мнение, что патология это, скорее всего, или нет. Но такое бывает иногда с моими учениками, девочками, которым действительно нужен совет более взрослого человека. Ну и как-то спрашивать у своих подруг нет смысла, потому что такого опыта у них нет. И у мам тоже, понятно, не спросишь. Смотрите, какие белые реснички. А что, может так и остаться, а? Шокировать гостей? Детям нравится, когда я так делаю, но они смеются. Вот такой результат с базой у ТВ-лайн. Они, конечно, чуть-чуть подслеплены. Кому нужна прям такая телескопическая точность, разделение. Такие вот кисточки пушистые, это не ваш вариант. Вам тогда нужен силикон и такая более жидкая тушь. Но мне вот такой вот вариант пушистых более. Ресничек нравится. Как у меня сладкое. Чего ищешь? А вон он компьютер. Нет, компьютер мне не нужен. А что хочешь? Это как его. Вот это как его, у меня такого нет. Пенал в коридоре стоит. Спасибо. Пожалуйста. Извини, что сорвалось. Нет, нормально. Все хорошо. Дочка заходила, спрашивала, где мой пенал. Она сейчас пишет курсовую, поэтому периодически забирают у меня ноутбук. Ей так удобнее на ноутбуке. Ну, просто, чтобы можно сидеть на диванчике, это удобно, чем со стационарным огромным компьютером, который у нее на столе стоит. Поэтому, ребята, не всегда я могу ответить сейчас сразу на ваши комментарии. Извините меня. Но я все читаю абсолютно. Вы, наверное, видите, да? И еще знаете, что я вам хотела сказать? Довольно сложно ответить на комментарии. И многие мне писали, что не знали этого. Я не могу иногда найти ваш ответ на мой ответ. То есть, когда у нас с вами образуется цепочка такая, да? Переговоры, мы с вами уже такие ведем на конкретную тему, они все отражаются уже под теми комментариями, которые в это время другие написали. То есть, нужно открывать страницу, искать там очень долго, среди всех остальных 100, допустим, или 50 комментариев именно ваш, открывать и там уже отвечать на страничке. Поэтому, простите, если я вдруг теперь, сейчас больше уже комментариев, чем было, когда я только открывала канал, могу что-то не ответить уже там в последний раз, например. Хотя, может, я очень благодарна за ваше внимание, за то, что вы находите время, ребята. Спасибо вам огромное. Теперь нижние реснички. Мне кажется, залог такой дружбы, ну, просто хороших хотя бы отношений, таких долговременных, это поддержка друг друга. Это когда человек умеет тебя слушать, просто хочет, и ему интересен ты, и он готов тебя выслушать от начала и до конца. Не перебивать, не думать о своем, не завидовать, поддерживать. Нижние реснички я прочесываю, видите, они чуть-чуть как-то так подсклеиваются от туши. Я не люблю, когда тушь сильно заметна на нижних ресницах. И вот снимаю кончики, потому что очень у меня длинные какие-то прям, неестественно длинные внизу, уж лучше бы были длинные такие наверху. Человек не способен вас даже выслушать до конца, и только слушаете вы. Какая же это дружба, ребята, это не дружба. Это какая-то психологическая помощь с вашей стороны. То есть вы как психоаналитик сели в кресло и выслушали. А что там у вас? Может, это психоаналитик с женой собрался разводиться, а ему даже некому высказаться, да? Вот такого не нужно делать. Ну, это на мой взгляд. Ух, глаза у меня красные. Устала сегодня. Сейчас светлым оттенком немножко внутри прорисую, чтобы не выглядеть такой уставшей, потому что мне сейчас еще общаться с людьми, вдохновлять, быть хозяйкой дома. Чтобы у всех было хорошее настроение, глядя на меня. Теперь добавлю немного румянов, тех же самых, которые я добавляла просто в складочку века. Будет единый оттенок. Это будет очень хорошо сочетаться в макияже. Теперь осталось добавить помаду. Давайте попробуем вначале добавить нейтральный оттенок. Это помада от Dolce & Gabbana. Вот такой оттенок. И, в принципе, есть альтернатива от Chanel. Посмотрим. Все-таки кофточка яркая, и, возможно, сюда как раз подойдут яркие оттенки красного. Но посмотрим. Только что заметила, мне, оказывается, все видео были замазаны тоном губы. Но ничего страшного. Я думала, вы мне простите. Вот помады. Вот Dolce & Gabbana. Прям любовь моя. Несмотря на то, что дорогие, конечно. Но вот видите, я могу их даже просто на камеру накраситься. Ну что, вот такой у нас с вами макияж получился. Для такого варианта приема домашнего гостей вполне достаточно, я считаю. Более яркие губы я делать не буду. Помады я эти очень-очень люблю. Они такие прям кремовые, хорошо наносятся. И совершенно не полосят, как ни странно. При том, что, видите, более светлый оттенок, нежели мои губы. Они не полосят у меня на губах. Это прям радость. Ну что ж, друзья, спасибо огромное, что вы были со мной. Что вы меня внимательно выслушали. Я надеюсь получить от вас обратную связь, ваши комментарии. Спасибо большое, что вы поддерживаете меня пальчиками вверх. Для развития канала это очень-очень важно, как оказалось. Поэтому продолжайте, пожалуйста, это делать, если вы хотите, чтобы мой канал развивался. Я благодарю вас за внимание, друзья. Мы встретимся с вами в новых видео. Еще будет вторая часть о том, что съела моя кожа в январе. И вторая часть видео о том, что хранится в моем комоде и что хранится в моем туалетном столике. Все мои хомячьи запасы. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok